Невероятное по энергетике место! Как только я вошла на территорию ныне музея-заповедника, меня захлестнули какие-то очень сильные эмоции. Они смешались в голове миллионами мыслей о прошлом, о настоящем, о действительно важном в жизни. Мне хотелось пройти по каждой тропинке, а еще выйти к морю и посмотреть, откуда все начиналось тысячелетия назад. Здесь какая-то необузданная, живая, настоящая природа. Здесь город где-то вдалеке, слева вообще ничего нет. Просто холмы, море, скалистый берег, которому когда-то пристали древние эллины и основали здесь город. Здесь ощущается сила, мощь природы, ничтожность человека перед этой природой, перед этими волнами, камнями и скалами. Чайки и утки летают. Херсонес – таврический город с историей в две тысячи лет. Древние греки высадились на этом берегу Черного моря еще в V веке до н.э. В постоянной борьбе с воинственным племенем – таврами, город жил вплоть до конца XIV века. Он – часть истории Древней Греции, Древнего Рима и затем Византии. Но после очередного набега кочевников Херсонес превратился в пепелище и столетия скрывался под землей. Вот сейчас стою здесь и отсюда видно, что и слева, и справа – город. Какие-то жилые постройки, жилые современные дома. А среди них вот Херсонес сохранился. Спустя несколько десятилетий после основания Севастополя в 1827 году здесь начали раскопки. Их результат поразил ученых, а сейчас поражает туристов. Целый город, где в одном месте на разных археологических уровнях соседствуют театры, христианский храм, например. Почти сразу Херсонес стали называть русскими помпеями. Думаете, что вот эти несколько рядов камней – это все, что видно из раскопок? На самом деле нет. На самом деле туда уходит это все на метры, а иногда и больше. Соответственно, за столетие вот таким образом настолько поднялся уровень земли. Пойдемте посмотрим. Там, конечно, ни один и ни два метра. Мы как-то привыкли скептично относиться к своим достопримечательностям. Многим априори кажется, что где-то всегда интереснее, ярче, значительнее. А у нас так мелочи. А между тем, Херсонес Таврический в 2013 году включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Раскопки там продолжаются до сих пор. Херсонес Таврический – это второй древний город, который я посетила. Несколько лет назад мы были в помпеях и видели, как там все. Но почему-то вот эта территория, она как-то на меня произвела гораздо большее впечатление. Даже не найдутся слова, которыми я могу описать свои эмоции здесь. Огромная-огромная территория, раскопки, руины, на берегу моря. Потрясающе просто. Вот ощущения, ну, невозможно просто передать. Но сюда обязательно надо приехать, мне кажется. И причем лучше приезжать, наверное, не с экскурсией, а на целый день, чтобы можно было спокойно погулять, посмотреть все, насладиться этой природой и древним городом. Это удивительно, что сейчас, в 21 веке, мы можем прогуляться по древним улочкам. Они были довольно узкими, а застройка плотной. А на этих камнях как будто бы даже есть какой-то рисунок. Ну, он разный, видимо, из разных частей. Но мне кажется, что это неспроста, и там было что-то изображено. Конечно, без помощи историков сложно разобраться, где и что находилось в этих кварталах. Поэтому можно начать прогулку с экскурсии. Немного исторической информации только усилит восприятие, мне кажется. Но уже потом помогают таблички с кратким описанием этих сохранившихся памятников. Надеюсь, под колоколом 1778 года безопасно ходить. Потому что выходить еще придется отсюда. Привлекают внимание и другие объявления, так скажем. Камни в колокол не бросать. Но где еще понадобится такое ограничение? Мне бы и в голову не пришло. Но, вероятно, есть люди, которые вынудили администрацию такое приколотить. Сейчас мы зайдем в древний храм. Очень здорово, что здесь нет каких-то ограждений. То есть, все не за колючей проволокой, а можно походить среди этих колонн, среди этих камней. Единственное, запрещено ходить по стенам. Но это и понятно. И портить каким-то образом вот эти древние раскопки. Проводить свои раскопки, кстати, тоже запрещено. Но зайти в древний храм 6-го, 10-го века, как здесь написано, можно. И можно посмотреть на то, как смотрели древние жители Херсонеса Таврического на Черное море. А вот театр, древнегреческий. Но усилиями активистов он стал и вполне современным. У него даже есть свой собственный сайт. В декорациях, которые сохранила время и создала природа, представляете, и сейчас проходят спектакли. Ну, может быть не зимой, только летом, в теплое время. Тут хочется сравнить Херсонес уже не с Панфееми, а с форумом в Риме. Я там была, и ассоциаций действительно возникает много. Отсюда Херсонес Таврический напоминает форум в Риме. Там тоже развалины, они находятся в окружении относительно современной архитектуры. Ну, правда, в Риме современная архитектура это и 17-18 век. Здесь, конечно, далеко не 17 век. Но, тем не менее, эти развалины, они тоже окружены городом. И мы видим стену древнего города и новые, совершенно новые дома и коттеджи. Херсонес, конечно, это не только древний город, но и музей со множеством экспозиций. Например, совершенно бесплатно можно посмотреть на голограммы скифского золота. Я вообще не поклонник таких выставок, предпочитаю больше оригиналы. Но все же надо отметить, что было интересно исследовать особенности этих украшений хотя бы в 3D. А еще этот музей очень популярен у кошек. Они буквально атаковали вход. Вот они, эти хранительницы Таин Херсонеса, постоянные спутницы туристов. А вдруг они в самом деле имеют связь с каким-то иным миром? И не случайно, как и древние греки, выбрали этот берег своим домом. Класс, просто класс, запах моря, древние развалины, солнце. Вообще, просто... Я не историк, я не могу рассказывать какую-то историческую подоплеку этого всего. Но вот те чувства, которые здесь появляются, они настолько сильные и настолько... Такие эмоции здесь ощущаешь. Вот ради этого стоит приехать в Крым и приехать в Севастополь и обязательно приехать сюда, в Херсонес Таврический. Севастополь Севастополь Севастополь